Я сингл-мама. И она же, кто в акселераторе за год заработала 2 миллиона 300. Это немыслимо, что со мной произошло за год. Просто представьте, с нуля, с нуля, 10-20-30 миллионов в месяц. Разрыв шаблона всех мозгов. Полгода жила в Таиланде, сейчас полгода на Бали. Я не могу поверить, что это все реально. Я слышал, ты эксплуатируешь детский труд. Прикинь, можно вот так вот жить. Круто. Ну, это жизнь мечты. Друзья, знакомлю вас с Сашей Демидовой. Она же мать-перемать, она же мать двоих детей, она же сингл-мама. И она же, кто в акселераторе за год заработала 2 миллиона 300. Рассказывай, какая ниша, что конкретно обучаешь, кого? У меня ниша мамы, родителей. Сейчас уже подтянулись пары. Обучаю родителей выстраивать грамотные, бережные, здоровые отношения с детьми. Для того, чтобы ребенок в взрослой жизни точно был успешным, здоровым. И платил пенсию родителям. Идея в том, что по программе, которую я даю, действительно у детей есть куча ресурсов, сил и вменяемости, чтобы сделать свой бизнес, свое дело. И если упал, встать и идти дальше. У тебя сколько курсов сейчас? Сейчас у меня два курса, два в разработке. А основной флагман это полезные привычки родителя. Это вот прям он на потоке идет. Так, 2 миллиона 300 за год, сколько студентов? У меня чуть больше 200 студентов, потому что я иду медленно. Это в потоке или всего? Нет, это в потоке только. А, в потоке, а всего сколько просто? Слушай, больше тысячи я уже отучила людей, все равно очень много у меня мастер-классов, партнерок, разных встреч, оффлайн, онлайн. Поэтому много кто следит. Сколько стоят твои курсы? Старт от 9 тысяч. От 9 до? До 350. 350 тысяч рублей. Это какая-то коучинг, личная поддержка? Да, да, сейчас уже я встроила эту программу, личный коучинг. Я введу семьи, встраиваю туда систему, очень все индивидуально. К примеру, вот у меня есть точки, и они иногда плачут, я иногда реагирую, иногда злюсь, и не понимаю, как. Я к тебе прихожу, говорю, слушай, что-то как-то у меня не то. А ты говоришь, ну, либо тебе вот курс, либо подороже, либо личная консультация. Ну, и плюс себя будешь прорабатывать, это такая будет первая ступень, понимать причину-следственной связи, чего ребенок орет, он не всегда орет сам по себе просто так. Он часто вообще эмоций родителей хватает, и я учу вот это вот разделять и видеть. Окей. Откуда у тебя эти знания, как ты вообще пришла к жизни такой, как ты начала? Ой, ну, у меня такая трагичная история на самом деле. Меня оставил муж, и без объяснения причин просто исчез из нашей жизни. Двое детей маленьких, ни еды, ни денег, нет ничего. И в первую очередь я не о еде думала, а о том, как мне детей через это провести, потому что у нас были очень хорошие отношения, мы были известными людьми в городе, мы занимались, блин, психологией, осознанностью и так далее. Это, ну, для меня была загадка из Красноярска. Что чувствую я в этот момент, да, злость, обида и все такое, я не хотела подарить этот подарок детям. И, соответственно, пошла искать, как, как вообще это происходит. И у меня есть наставник, прекрасная, Света Неродая. Она меня начала обучать. Сначала по бартеру я собирала группы для того, чтобы хотя бы быть там студенткой. И чудом каким-то, она, ну, как чудом, потом она заболела, не смогла приехать из Москвы. Группу я уже набрала, деньги собрала, и мне нужно было как-то людей обучать. Я не умела вставлять даже шнур ноутбука к проектору. Ну, то есть я совсем ничего в этом не понимала. Это была оффлайн-встреча, да, и пришлось ее выводить через хэнкаут с YouTube. Группа у меня сидела в помещении, и мы так начали учиться. Тогда я поняла, что нифига себе это работает. Во-первых, цена стала ниже, потому что человеку не надо было оплачивать перелет и так далее. И дальше два года я вот так вот пурхалась. Получала образование, собирала группы, был большой интерес. И на этом как-то зарабатывала за счет чего жила? Потихонечку какой-то пришел доход. И у меня такая была смекалка, что ну классно, здорово, я буду этим дальше заниматься, ура. И потихоньку выросла сама как специалист. А потом случилось вот это внезапное знакомство с акселератором, с вебинаром. Я уже тогда поняла, о чем вы говорите. Потому что я снова... То есть у тебя уже было обучение, у тебя был эксперт, и ты учила в оффлайне, то есть ты организовывала мероприятие. Я была, да, я организовывала, сама училась. У тебя там в городе? В городе, да, да. И даже последние какие-то модули я уже уехала в Таиланд жить и оттуда проводила. Но идея была в том, что я дошла до потолка, 10 человек группой и все, и вот потоковости нет, знаний нет. Я выкупала какие-то курсы у кого попало, чтобы посмотреть, что они там внутри делают, куда заводят, как эти уроки пишутся и так далее. И потом попала на ваш вебинар. Пыталась там разобраться в рынке, наверное, звание, как делают люди, как просто... Я Рослава Самойлова, я так купила с одной стороны, чтобы себя подкачать, а с другой стороны, это была такая инвестиция. Когда я услышала, о чем вы говорите, я обалдела. То есть те же самые ошибки, те же самые идеи, да, но только в другом масштабе, ну, блин, мне это надо, но цена мне тогда показалась какой-то заоблачной просто. И тут же Настя Камайма, моя подруга, которая, мы вот так встретились, и говорю, Настя, ты представляешь, что я знаю, вот это вот есть, прикинь, можно вот так вот жить. Она говорит, я тоже знаю, представляешь, я сейчас тут такого программы купила, такая классная, все такое. И потом выяснилось, что мы говорим об одном и том же, о вас, она только что в Салуж, что приехала. Получилось так, что ты рассказываешь о нас, она говорит, а я тоже знаю интересных ребят. Да, совпадения, да. Да, ну тогда для меня, вот представляешь, у меня элементов нет, ну вот, и вот эти вот деньги, непонятно с чего сейчас набирать. А какие-то там марафончики, что-то такое запускала, и вот этот курс, все. И это вот, ну вот такая, ну и серия там 60 тысяч рублей могло у меня быть сверху. И я говорю, Настя, а как вообще, где ты деньги взяла? Она говорит, ну вот, Саша, я уже купила практически все, я говорю, да ну нафиг быть не может такого. Вот, и поскольку я очень близко знаю человека, знаю, чем она занимается, и вот мы на одной личной площадке живем. Несколько недель я не спала, думала, и решилась, я попросила у родственников денег. Кредит взяла, и вот вошла. Но я неистово училась, просто как сумасшедшая, потому что мне, ну я увидела в этом смысл, я слышала цифру, которую говорит Настя, она совпала с тем, что вы говорили на вебинаре, и у меня такая линия начала простраиваться, что все-таки это возможно. И я просто как эксперт своего наставника начала продвигать, что-то там делать, все по шагам. Смотрю урок, внедрила, смотрю урок, внедрила. Тяжело было, безумно. Так, Настя, я помню, она, вот мы ее интервировали здесь, она сказала, что она купила за первый же месяц, то есть она 500 тысяч рублей заработала. Да, да. А ты в акселератор пришла продвигать своего эксперта, вот с которым раньше была, или ты уже хотела быть экспертом и себя продвигать? Нет, я пришла исключительно как продюсер, я была уверена, что у меня есть эксперт, но за время работы я начала пробовать какие-то шаги, и для того, чтобы оттестировать какие-то методики, у меня там идейки какие-то были, я думаю, я их в лайтовом варианте начну пробовать. И совершенно случайно родился мой курс, крутой, очень полезной привычки родителя, система пошаговая, которую вот я смогла внедрять. Получается, что до этого всего времени, вот сколько я училась на психолога, я просто дарила эти знания своим подругам, нас просили, приедите, пожалуйста, в Сочи, поживите у нас, Саша, пожалуйста, потому что ждали, чтобы я там подкорректировала поведение. То есть все видели, что все работает, мои дети здоровые, живые, несмотря на то, что у нас отношений, с бывшим мужем нет. И сохранить родительско-детские отношения очень сложно, это практически невозможно. И мне удалось это сделать. То есть у моих детей почет, уважение к отцу есть, мои отношения – это отдельная тема. И получается, что я бы так и дарила, и рассказывала бы, и ни капельки денег за это не получала. А здесь удалось внутри вырастить самооценку какую-то, да, потом понять, что я уже специалист, и я могу эти знания давать, и какую-то подшаговую систему, благодаря вот этим урокам, смотреть, как организовать методологию, как быть там с клиентом внутри, как уроки записывать, куда их сливать, какие сервисы есть. То есть для меня открылся просто, знаете, как Алиса в стране чудес. Вот так вот двери открылись, кто знал, что там столько знаний есть. Очень круто. Супер. Как решала проблемы технические, вот все настраивать, рассылки, вебинары, как оно было? Ну, короче, да, ты понимаешь, что я вообще девочка, совсем, я гуманитарий, я скрипачка, знаешь, я такая вся творческая-притворческая. И у меня не было тогда помощника, мне было настолько страшно еще кого-то брать, то есть какая может быть зарплата вообще, как я, сингл-мама, впахиваю, как вообще, там 24 часа в сутки, какая может быть у меня помощница. Но потихоньку я поняла на первый, кстати, уже свой крутой, вот ровно год назад, 9 апреля, стартовал вот этот вот вебинар мой, тогда я нашла помощницу на какую-то сдельную там оплату, в часть курсом, классно все. И с тех пор у меня команда выросла. Сколько у тебя ждет? Блин, слушай, у меня вообще, у меня сейчас получается 4 куратора, 2 помощника, я таргетолог и еще сейчас вот добираю людей. Ну, то есть это немыслимо, что со мной произошло за год, просто представьте, с нуля, с нуля, когда даже мысли не было о том, что 20 тысяч рублей зарплата, это там много или мало, да, мне казалось, что это зарплата. Расходы на команду эти сколько? Ну, порядка 66 тысяч. Это фикса вот у всех сотрудников, да? А по-разному, слушай, я вообще дарю премии, на дни рождения какие-то подарки делаю, я прям берегу свою команду, очень ее люблю. Но и девчонки, кстати, вот у меня когда были падения, и были моменты, когда вот, ну, не набрался, например, курс или не та цифра, чтобы выйти в плюс, я прям так и говорила, девочки, вот сейчас либо мы, ну, расстаемся, набрала 4 человека, либо вот как-то, ну, да-да-да, и мне все сказали, мы готовы оставаться, пожалуйста, только давай с тобой, потому что я даю контент еще девчонкам, и их прокачиваю, все мамочки у меня. Все удаленно работают? Все удаленно работают, я знаю только одну, и это вообще, это тоже разрыв шаблона всех мозгов, при этом это все равно команда, это тимбилдинг и так далее. Ты только одного человека вживую видела, имеющим, да? Да, это моя подружка в итоге, ну, мы вместе в школе учились, очень лояльные. У меня до сих пор разрыв шаблонов, у нас около 200-ти тысяч человек работает во всех онлайн-школах, иногда где-нибудь гуляешь, там, вот даже здесь, на Бали, Дмитрий, здравствуйте, я у вас работаю, это классно, а кем? До того, как ты купила акселератор, прошло 2,5 месяца, где ты клиентов была первых? Ой, это было сложно, но опять-таки, вот смотри, чем мне нравится акселератор, тем, что под разную задачу есть ответы. Хотите бесплатно? Этот путь платно, этот мало денег, вот этот много денег, вот этот. Поэтому я по этому пути пошла, бесплатно собирала через взаимопиары, вот это вот все, всех просила, в акселераторе же тоже мы друг друга сильно поддерживаем. Вебинар продающий провести сложно, раз-раз-раз написал, народ пришел, поддержал, там, классно, энергию дал, вот, поэтому первый запуск, я реально вчера считала, он был бесплатный. Более того, первый запуск, второй запуск, мне моя подруга-таргетолог помогла, потому что до этого была у меня плохая история с таргетологом, и вообще не знала, кто это такой, профессия новая, да? И тогда у меня в бюджет рекламный ушло, наверное, не больше 100 долларов, представляешь? А выхлоп был вот такой вот. А сейчас сколько ты на рекламу тратишь? 5-6 продающих вебинаров я делаю, где-то по 200 долларов каждая. То есть 1000 долларов? Ну да, в среднем так. 1000 долларов. И сколько они приносят? Ну, то есть у тебя вот в месяц 1000 долларов ты на рекламу тратишь? Ну, а поток, например, мне приносит там в районе 250-300 тысяч. То есть 60 тысяч на расходы, а приходит 250-300. Вот у меня раньше, я высчитывала, у меня было всех расходов от дохода около 35%, мне это очень нравилось. Команда начала расти, премии пошли, вот такая вся началась история, тоже сейчас буду все это корректировать. 40-42% варьируется. Скажи, какие были сложности? Вот, то есть понятно, что в два с половиной месяца ты окупила, сейчас за год заработала 2 миллиона 300, есть команда, выглядит все классно. Какие сложности были? У меня на каждом шагу были сложности на самом деле. И сложности, я девочка, я рыдала, я рыдала в подушку, я рыдала в Настю. Ну, это жесть вообще, правда, была. На каждом шагу, то техническая история, то с трафиктологом познакомилась, он слил всю компанию, я на нее рассчитывала, ушла в минус. Злилась тогда на акселератор, думаю, сейчас как разгромлю нафиг, как можно было там вот так вот мне посоветовать. А на самом деле это все про ответственность. И вот через вот эти сложности я начала понимать, что знания, которые я сейчас взяла, это исключительно, ну, это база, которой как я хочу сейчас, так и буду пользоваться. Ну, это инструмент, которым ты можешь либо там землю скопать, либо кого-то убить, либо себе по голове стукнуть. Да, у меня, знаешь, что вот сложности сложностями, но после этих сложностей может быть характер у меня такой, да, я вставала, мне есть надо было кормить, надо было детей. Плюс это, я уже тогда в Таиланде жила, это страховки, больше дополнительных выплат, чем, например, в России. Вот, но желание, я же уже вкусила, я путешественница, я уже вкусила эту жизнь, и мне совсем не хотелось вниз идти. Плюс каждый раз я видела вот эту аналитику и собирала конверсии. Вот за что акселератору спасибо, вы научили думать, думать, потому что ладно инструменты, да, все могут вязать, а продать потом то, что связал, а потом еще, чтобы это жило долго и передалось по наследству, ну, не все могут. И это настолько потрясающе, я честно думала, что я не очень с точки зрения там бизнеса подхожу. Ну, что я девочка, хобби у меня, все такое. Сейчас я точно понимаю, что это бизнес, что это структура, и она классная, ее можно строить. А самое главное, что в ней так много этапов, и если я умею каждый этап оценивать, и только тогда я понимаю, где расти, где, ну, вот, например, думала, что помощница у меня накосячила, да, потому что продаж нет. Начинаем выяснять, смотреть цифры, выясняется, что совсем другая история. Например, или целевая не та пришла, или я вебинар продающую часть смазала. Да, 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 вот и все. Поэтому это самое крутое, что вообще может быть. Я поверила в себя, как в предпринимателя. Представляешь? За год в акселераторе ты, соответственно, полгода жила в Таиланде, сейчас полгода на Бали. Практически год я уже здесь. Год на Бали же. Сколько на жизнь уходит на Бали? Больше, чем в России? В России, слушай, нет, не больше. Плюс-минус есть какие-то вещи, особенно это особо, балийская тема, потому что в Таиланде можно было за визы детям не платить. Здесь все это приходится делать. Но какие-то вещи ниже по цене, какие-то больше. Но у меня не такой большой бюджет, на самом деле. Сколько там выходит? Ну, порядка 130-150 тысяч рублей. На троих, на тебя? Но я в школе работаю здесь, по бартеру, и у меня там взаимообмен. Дети учатся бесплатно? Ну, не все, частично, но идея такая, что если бы, возможно, не работала, может быть, больше какие-то вещи делать. Но меня это устраивает. Меня устраивает эта гибкость. Меня устраивает то, что у меня пока в команде все время рост. Я, конечно, мечтаю об этих миллионах, и они точно будут. Ну, вот просто скорость моя женская, и это мне подходит. Я слышал, ты эксплуатируешь детский труп. Слушайте, это другая история тоже, которую подарил акселератор. Который подарил акселератор крутое детство и будущее нашим детям. Короче, когда не было рабочей помощи, силы, я делегировала какую-то часть своей дочке. Ей сколько лет? Моей дочке сейчас 12 лет. Мало того, что она отучилась в курсе, который благодаря акселератору создала Настя по каллиграфии, она там стала куратором, и сейчас за зарплату порядка 10 тысяч рублей у нее зарплата официальная. А, так Настя тоже эксплуатирует труд детей. Конечно, потом, я же их у себя снимаю, они у меня тоже за эту зарплату получают. Потом... Они герои твоих курсов? Конечно, не все, но какие-то практики, которые я делаю, я показываю наглядно, чтобы и родители детям включали это видео, и видели, что мы так живем. Я не сапожник без сапог, это то, что встроено в мою жизнь. Дочка у меня монтирует, дочка у меня снимает, иногда вот так с трясущимися руками, по-разному бывает. И в этом тоже развивается. Сын, ему 7 лет, он у меня сидит на проверке, аналитике приложений, например, онлайн. Полезные приложения мобильные деткам. Вот я ему на колупай, там 10 штук, да? Он в счастье сидит, играет, да? Не просто хороший, мы с ним разбираем, чему научился, что не понравилось, удобно было заходить. И дальше ты своим студентам рекомендуешь. Конечно. Круто. Так что все предели у нас семейный подряд, бизнес классный, и я не знаю, я не могу поверить, что это все реально. Давай топ-3 фишки, которые ты получила в акселератор, самые ценные. Вот как я уже говорила, я научилась думать, я получила вообще думать с точки зрения, пришла в точку А, ушла в точку Б. Ставить четко себе цели задачи, реализовывать их. Не реализовал, не ныть и винить всех подряд, а находить решение. Второе, это сообщество. Это потрясающая вещь, потому что таких людей, которые разбираются в том, о чем я говорю, слово конверсия, кто же не знала? Не отрисло от них, не дегенератор, кто это такой, да? Сейчас есть люди, с которыми можно вот созвониться, об этом поговорить, потому что у вас открытая группа, ну закрытая у нас всех, там больше тысяч людей, но все вот эти вот вопросы сложные, или поддержку дать, потому что кармический менеджмент у нас работает, потому что, ребят, помогите, а чем я могу помочь, да? Это все взаимообмен. И ярчайшее событие последнего там времени, это нетворкинг, вот этот вот на Бали, который был. Конференция. Это взлет просто эмоциональный, финансовый, потому что постоять рядом с людьми, которые зарабатывают 10-20-30 миллионов в месяц, и у которых нет маски, все вообще все одни, это круто, и тогда вера в себя растет, ну и в бизнес, соответственно. А третье, ну это жизнь мечты. Ориентир. Да. Супер, расскажи, куда мечтаешь через год, что у тебя будет. Я как раз сейчас прописываю свои стратегические все задачи, выстраиваю цифры, трачу их в своей голове, создаю еще несколько классных курсов, которые правда помогут. То есть у меня есть такая тема, да, это же самореализация в том числе. Мне так хочется, чтобы родители сегодня увидели, что они могут вклад минимальными усилиями положить сегодня шикарную базу. Потому что родители обычно стремятся дать детям в наследие пароходы, квартиры, машины, банковские счета. Дети дорастают и п***ят их нафиг. Че делать? А мы родители потом ждем, ну когда же, когда же ты мне стакан воды принесешь? Вот эту тему я трансформирую родителей, рассказываю, что вы сегодня можете так научить своих детей. Бережно. Это совершенно другая история. Не заткнись, иди отсюда, а я вижу, что ты злишься, я вижу, что расстраиваешься, давайте обниму. Ну вот через поддержку, короче. И тема безопасности тоже я хочу научить родителей, чтобы дети перестали их бояться. Когда придет момент сложный в жизни, кто-то нападет, кто-то подлезет или еще что-то, чтобы у детей это была тема вот безопасного пространства. Спасите меня вот здесь. Вот так. Здорово, спасибо. Спасибо вам. Друзья, если вы хотите жить такой же жизнью, как Саша, на Бали, проводить время с детьми, чтобы дети работали у тебя в бизнесе, чтобы работали в бизнесе у твоих друзей, зарабатывали в возрасте 12 лет и 6 лет какие-то уже существенные деньги, а также, чтобы, как и Саша, вы могли зарабатывать на своих знаниях, то переходите по ссылочке, как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта. И там же можно еще подать заявку на бесплатную консультацию. Кликайте, регистрируйтесь. Кликайте, регистрируйтесь.